В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Сельское хозяйство сразу трех районов Самарской области страдает от рук неразивых предпринимателей. Виной тому нефтепровод, проложенный под землей в Волжском, Большеглушицком и Большечерниговском районах. Он никогда не эксплуатировался, а сейчас фирма из Казани пытается его извлечь. Работают без разрешения, не оглядываясь на правила производства земляных работ. Рост сельхознадзор по Самарской области пытается предотвратить дальнейшее разрушение почвы. Пашний пастбища на участке протяженностью 40 километров. В Большеглушицком районе Самарской области идут под нож, а точнее под ковш экскаватора. Поводом для раскопок стал нефтяной трубопровод, который пролежал в земле многие годы, но никогда не использовался. Теперь предприниматели из Казани, которые купили трубы, решили их достать. Вот только делают это с многочисленными нарушениями норм и правил. Рост сельхознадзор бьет тревогу. Ценный плодородный чернозем, который формировался тысячи лет, производители работ мешают с минеральным слоем, что весьма негативно скажется на урожайности посевов на этих площадях. Люди простым розчерком экскаватора на площади нарушили плодородный слой, выверлили минеральную породу нижнюю, там с двух метров, там с полутора метров, насколько была труба уложена. Вот и все, а плодородный слой, который формировался достаточно много времени, его опустили вниз. Были отобраны пробы, направлены в лабораторию, где проводится лабораторный анализ. Ранее та же компания раскопала траншею длиной 10 километров на территории Волжского района и продолжает работы. По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный сельхозугодзим, составил порядка полутора миллионов рублей. Разрешения производительных работ получено не было. Мы возбудили ряд административных дел об административных правонарушениях. Таких случаев еще не было, по крайней мере, на нашей памяти, чтобы настолько, не оглядываясь на закон, проводить работы, связанные с нарушением плодородного слой почвы. В отношении Казанской компании уже возбуждено 12 административных дел и уголовное дело по факту самоуправства. Есть и обращения в судебные инстанции. Видимо, ценные агрокультуры на этих землях смогут гласиться только по решению суда. Марина Кравцова, События. Более полумиллиона рублей – такова задолженность жителей Советского района Самары за услуги газоснабжения. Всего насчитывается более 20 неплательщиков, долг которых составляет от 30 тысяч рублей. В связи с этим ресурсы снабжающей организации совместно с судебными приставами вынуждены идти на крайние меры и перекрывать подачу голубого топлива, устанавливая запорное оборудование. На газовый экран перед газовым прибором устанавливается вот такое запорное устройство. Закрывается на ключ, остаётся так на трубу, после чего пломбируется. Абонент не имеет права ни срывать пломбу, ни снимать его самостоятельно. То есть он не сможет самостоятельно уже подключиться к газу. Будет сидеть без газа до тех пор, пока он не оплатит полностью, не покрасит долг. После того, как они оплачивают задолженность, в тот же день сотрудники Самаргаз подключают газоснабжение обратно. Чтобы образумить должников, судебным приставам часто приходится прибегать к крайним мерам. Так у самарца, не платившего налоги, долг списали со счёта в банке. Мужчина задолжал по налоговым платежам порядка 30 тысяч рублей. Житель Приворского района отрабатывает неоплаченный штраф, очищает снега территорию детского сада и школы в селе Обшаровка. Наказание в виде 20 часов обязательных работ назначил мировой судья. Этот должник вовремя не оплатил штраф, который ему выписал госавтоинспектор. Порядка 50 тысяч деклараций на различные виды товаров, ввозимых на территорию Самарской области и вывозимых за её пределы, ежегодно оформляется в Самарской таможне. При этом на оформление документов сейчас уходит в среднем пару часов. Благодаря сокращению временных рамок, по словам таможенников, сокращаются и трудозатраты, а груз, подлежащий декларированию, простаивает меньше. Всего этого удалось добиться благодаря полному переходу на декларирование товаров и транспортных средств в электронной форме с использованием сети интернет, где можно дистанционно направить информацию о товаре в таможенную службу. Это позволяет тем же добросовестным участникам ВЭД обходиться зачастую без таких форм таможенного контроля, как досмотр, осмотр, что, соответственно, дополнительно экономит им время и дополнительно сокращает их трудозатраты. То есть, в первую очередь, облегчение, конечно же, от всех информационных технологий, внедрённых в таможне, получают предприятия Самарской области, занимающиеся производственной деятельностью и участвующих во внешнеэкономической деятельности. Как импортеров сырья, так и экспортеров, соответственно. Российские и зарубежные компании на одной площадке обсуждают вопросы энергетики. Ежегодная международная выставка «Форум» в эти дни проходит в Экспо-Волге. Руководители и специалисты предприятий энергетического комплекса и крупных промышленных предприятий знакомятся с новинками ведущих производителей отрасли, встречаются с экспертами, представителями власти. Ежегодно на выставке заключаются многомиллионные контракты по поставкам. Экономика должна быть экономной. Внедрение в энергетику современных технологий позволяет снижать расходы и минимизировать человеческий фактор на опасном производстве. Данное оборудование устанавливается на производственные линии с целью обеспечения автоматизации этих линий, уменьшения человеческого фактора, влияния на технологический процесс. С помощью нашего оборудования можно собрать любой шкаф управления. То есть мы производим клеммы, мы производим различные разъемы, источники бесперебойного питания, реле, преобразователи. Новые подходы и возможности в сфере энергетики представлены на 21-й международной выставке энергетиком выставочной компании «Экспо-Волга». Рано или поздно у нас энергоресурс все будет дорожать. Это уже как бы факт неоспоримый. Задача на разбережение сделать так, чтобы все-таки этот рост стоимости энергоресурсов все равно оставался доступным. В наших стенах будут обсуждаться все вопросы, связанные и с тяжелой энергетикой, и с энергоэффективностью, и наиболее актуальной сегодня темой импортозамещением, которые сегодня все мы ощущаем необходимость. Форумы, семинары и круглые столы по вопросам энергетики будут проводиться по 13 февраля. Марьяна Мирная, Павел Пресняков. События. Новая технология широко применяется и в медицине. Собственный телеканал запустили в Самарском онкодиспансере. Пациенты получают советы от врачей прямо с экранов телевизоров, причем в любое время суток. В сетке вещания материалы на актуальные для пациентов темы. Время в больничной палате, как правило, тянется бесконечно. От грустных мыслей спасают общение, книжка или телевизор. К тому же теперь пациенты онкодиспансера могут не только сериалы и новости посмотреть, но и практические рекомендации лечащих врачей. В диспансере запустили собственный телеканал СОКОТ-ТВ. Если человек информирован, то он, значит, вооружен. И этот канал просто необходим, потому что если человек, ну, уже, как бы сказать, заболел, попал сюда, в эти стены, это не просто так. Вот этот канал нужен для тех, кто заболел, как с этим жить, как жить потом. Диагноз «рак» оказался для Натальи Янюткиной неожиданным. Сейчас женщины проходят в Самарском онкодиспансере лучевую и химиотерапию. Говорит, даже не представлял, насколько далеко шагнула наука. Настолько все, это все функционирует в связи, что делают просто чудеса. Люди выходят 100% уже здоровыми людьми. Представляете? И я просто надеюсь на то, что и я тоже выздоровлю. Чтобы лечение было успешным, пациенты и сами должны к этому стремиться. А каким образом, врачи рассказывают своим подопечным посредством телеэфира. Мы даем советы как по образу жизни, характеру питания, физическим нагрузкам, так и специфические советы, что наши пациенты должны делать, чтобы не возникли рецидивы, как они должны обследоваться, у каких специалистов и в какие сроки. Врачи не только отвечают на самые частые вопросы пациентов, но и помогают справиться с тревогами и страхами, разобраться в своих чувствах и эмоциях. Марина Матвеевична, Павел Плесняков, События. Болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления. Так считал Антон Павлович Чехов. Но, пожалуй, сегодня найдутся те, кто с ним все же поспорят. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе растет. В Самаре пит-порог превышен почти на 24%. За последние две недели Самарская область вслед за 17-ю российскими регионами переступила красную линию. На карантин полностью закрыто несколько школ и детских садов. За прошлую неделю в городские поликлиники обратились более тысячи человек с признаками гриппа и ОРВИ. Лабораторные исследования фиксируют появление на территории области сезонного гриппа H3N2. А также единичные случаи высокопатогенного гриппа, с которым впервые самарцы столкнулись 6 лет назад в 2009 году. Сейчас он утратил свои агрессивные признаки, говорят специалисты. Доминирует парагрипп, сейчас среди негриппозной теологии доминирует. И он протекает достаточно, скажем так, в основном средней тяжести. То есть высокая температура, держится несколько дней, практически отсутствуют катаральные явления. В основном ларингит, фарингит, ломота в суставах, в мышцах, слабость, вялость. То есть общие признаки интоксикации. А так, в принципе, по гриппу, мы с инфекционистами общались, нет никаких особых таких ярлыков у этого гриппа мы пока не обнаруживаем. Отмечают также, что в нынешнем сезоне заболевание длится дольше обычного. Пытаясь лечиться самостоятельно, больные стараются быстро сбить высокую температуру. Хотя лечение должно быть направлено в первую очередь на устранение причины вируса, а не симптомов. Правильное лечение может назначить только врач. Затронуло гриппозное обострение и детские учреждения. На карантин в области закрыты полностью 12 школ и 4 детсада. Частично 60 школ и 23 детсада. Если в классе, в организованном коллективе, в группе, в детском садике отсутствует 20% от посещаемости детишек, то учебный процесс приостанавливается. Если 30% во всей школе приостанавливается и закрывается полностью учебный процесс в школе или образовательный процесс в детском дошкольном учреждении. Эта мера применяется непосредственно руководителями учреждений. Это не управление Роспотребнадзора. Карантин – единственный способ не допустить распространения заболевания непосредственно в сезон. Но самой эффективной мерой по-прежнему остается прививка от гриппа, считают медики. И делать ее желательно в начале осени. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. Ну а им болеть некогда. Портреты русских классиков, ладью, церкви, зеленые ели плетут из кружева самарские мастерицы. За рукоделием они проводят часы, дни, годы. В итоге создают настоящие шедевры. В Самарском дворце ветеранов открылась выставка кружевницы с 60-летним стажем в искусстве. Вологодское кружево, которое зародилось еще в 16 веке, переживает второе рождение. И не только на уроках творчества, но и в моде убедилась Марина Кравцова. Ее называют создательницей уникального самарского кружева. Как говорит сама мастерица, это слияние в одном изделии гипюра и вологодских кружев. Альбина Арзаева, как клюшки, из рук не выпускает уже почти 60 лет. Уверяет, спит порой по полтора часа в сутки. Тонких, искусных, буквально сотканных из воздуха работы сделала не одну сотню. Салфетки, панно, элементы одежды. Поклонники творчества говорят, от этих вещей исходит тепло рук и души. И творит красоту Альбина Васильевна не на продажу. Исключение сделала лишь для подающего надежды итальянского дизайнера. Сайт у меня внучка своя открыла. И видно, немножко каклюшечно туда вела. Она меня не допускает со своего сайта. И говорит, заказы есть один в Швейцарию, один в молодой итальянский кутюрье. Вот молодой итальянский кутюрье для меня вообще-то престижное. Вот я сделала два шарфа. Альбина Арзаева стала наставницей для многих поколений мастеров рукоделия. В Самарском дворце ветеранов открылась выставка, где мастерица представила и свои шедевры, и творчество учеников. Здесь десятки совершенно неповторимых работ. К примеру, портреты Пушкина и Гоголя, сотканные с помощью коклюшек. Эта выставка стала 14-й в Музее народных ремесел дворца ветеранов, сотрудники которого стараются сохранить и сделать модными. Плетение соломы, вышивку, кружево. Все наши богатства, все наши фонды, они в электронном виде. То есть по итогам каждой персональной выставки, сборной выставки, мы создаем электронную модель в 3D-формате, обеспечиваем, так сказать, передачу, передачу опыта, передачу знаний от наших ветеранов молодому поколению. Видев в интернете, молодежь идет посмотреть на мастерство вживую. За три года работы в музее провели 250 экскурсий. Причем приобщиться к рукотворной красоте могут все желающие абсолютно бесплатно. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Любовь к родине прививать нужно с детства, считают и организаторы военно-спортивной игры «Зорница». На этот раз в бой вышли 20 команд школьников промышленного района Самары. В трудных испытаниях, признаются участники, помогает победить настойчивость и командный дух. Собрать и разобрать автомат, оказать первую медицинскую помощь, пробежать и проползти по полосе препятствий и добраться до полевой кухни, отведать сладкий чай и кашу. В 45-й школе прошел финал районного этапа соревнований по военно-спортивной игре «Зорница». Мне здесь нравится, тут весело, интересно. Все подробно объясняют. С командой хоть по грязи проползу. Стараемся как быстрее пройти уровни, заработать больше очков для школы, защитить честь школы. Чтобы победить, нужен командный дух. Каждый должен друг друга подбадривать, чтобы все были в тонусе. Чтобы подготовить игру такого масштаба, в 45-й общеобразовательной школе промышленного района Самары хорошо потрудились, даже сами делали инвентарь. Наличие гранат. Нам понадобились гранаты учебные. В городе очень сложно было их вообще найти, где бы такое производство было. Мы решали, как могли. Пилили сами, из черенков лопат переделывали ручки. То есть потихонечку решали и эту проблему. Игра «Зорница» проводится второй год подряд в рамках проекта партии «Единая Россия. Надежда нации». Воспитывают молодое поколение будущих защитников Родины. Он больше воспитан, дальше меньше он подвержен таким плохим привычкам. В-третьих, он занят. В-четвертых, если мальчик, да и девочки, они, можно сказать, проходят определенную подготовку к службе в вооруженных силах, к привязанности к вооруженным силам, к идее защиты отечества, что сейчас очень немаловажно и актуально для нашей страны. В этом году в «Зорнице» принимает участие 390 команд со всего Самарского региона. Победителям достанется приз, какой пока держится в секрете. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Ну а студентов советского района объединил зимний мини-футбол. Полсотни учащихся склеснулись на спортивном поле в бою за призовые места. Районы и соревнования прошли в честь годовщины Олимпийских игр и 70-летия победы. Главное для вратаря – держать под контролем ворота и всех игроков на поле, считает Дмитрий Саулькин. Футболом занимается три года. Говорит, зимой играть сложнее, мяч тяжелее и поле скользкое. Да и техника игры должна быть особой. Именно сейчас зимой его лучше отбивать, потому что мяч скользкий из-за снега. Его лишь в сторону отбить. Ловить его сейчас бесполезно. Артем Каретин живет футболом уже почти 10 лет. Игрок универсальный, может и атаку отбить, и сам быть нападающим. Говорит, залог хорошей игры – в сплоченности команды. Особенно помогает, если игроки в первую очередь друзья. Хорошая команда. Сильная, хорошая, быстрая, результативная, победная, эмоциональная. Понимаем друг друга с полуслова. То есть мы уже как бы наигранная команда, и друг понимаем, кто куда откроется, кому отдать, кто ударит. В соревнованиях участвуют только техникумы и колледжи Советского района. Всего шесть команд. Определять лучших будут по количеству побед. Турнир предстоит нелегкий. Каждая команда сыграет пять матчей. Организаторы считают, приблизиться к победе помогут спортивные навыки юных футболистов, физподготовка и внимательность. Важно, чтобы игра была зрелищной. Хорошая игра – это командная игра. Игра в пас, с великолепной игрой вратарей, с хорошей защитой, с отличным нападающим. Вот это игра. Студенческие соревнования проходят в рамках района Спартакиады. До конца учебного года спортсменов ждут турниры по стритболу, волейболу и легкой атлетике. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Далее смотрите новости экономики. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.рум. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение, смотрите телеканал Самаргиз на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самаргиз. В правительстве России не рассматривалось предложений о замораживании заработных плат бюджетников и социальных выплат в 2015 году. Об этом заявил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, комментируя высказывание на эту тему министра финансов Антона Силуанова. Ранее глава Минфина заявил, что ведомство предлагает отказаться в 2015 году от индексации заработных плат госслужащих и других категорий граждан, чтобы стимулировать дополнительное потребление и спрос, в том числе на импортные товары. Также Силуанов предлагает заморозить индексацию социальных выплат. Банки выдали в 2014 году на 22% меньше автокредитов, чем годом ранее. Доля автомобилей, проданных в кредит, сократилась до 40,5% по итогам 2013 года. При этом в четвертом квартале 2014 года был зафиксирован самый низкий за последние два года показатель продаж кредитных автомобилей – 35,5%. Улучшение ситуации в области автокредитования могут способствовать стабилизации внешней ситуации и действия государства по стимулированию отрасли. Например, программы субсидирования ставок, а также передача в Национальное бюро кредитных историй функции регистрации залоговых автомобилей для снижения риска в автокредитовании. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос до 1768 пунктов. Среди лидеров роста – МТС, Статнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Мегафон и Новотек. Лидеры падения – акции Фармстандарта и РДР Русала. К открытию торгов на рынке акций России сложился неопределенный внешний фон. Биржевые площадки США накануне завершили торги в плюсе. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, котировки нефти снижались. Однако российские игроки возлагают большие надежды на сегодняшнюю встречу нормандской четверки в Минске. Курс доллара на 11 февраля – 65 рублей 44 копейки. Курс евро – 74 рубля 13 копеек. Золото стоит 2603 рубля за грамм. Серебро стоит 35 рублей 71 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent – 57 долларов 92 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Аллея спортивной славы появится в Самаре. Профессиональный боксер Максим Власов жаждет матча реванша. Серебряный шар закатила тольяттинская спортсменка на чемпионате России по бильярду. В Москве завершился чемпионат России по бильярду. В комбинированной пирамиде за награды шары катали более 150 спортсменов. Среди мужчин лучший результат от Самары показал Сергей Морозов. Он доиграл до 1-16 финала. А вот тольяттинская бильярдистка Екатерина Максимова завоевала серебро национального чемпионата. Золото у соперницы из Первопрестольной. «Я готов провести бой с Айзеком Челембой», – заявил самарский боксер Максим Власов. Полутяжеловес готов побить в матче реванша малавийского визави. Спортсмены уже встречались на ринге в 2011 году. Тогда бой закончился победой Челембы. Сейчас самарский боксер готов поквитаться с обидчиком. По словам Власова, в прошлом поединке рефери его просто засудили. Ведь Челемба тогда дважды побывал в нокдауне. На этот раз Максим обещает не допустить тех ошибок, которые смогли помешать ему выиграть. Если, конечно, малавийц осмелится на реванш. В Самаре появится аллея спортивной славы. На ней будут увековечены имена известных куйбышевских и самарских атлетов. Где именно горожане и гости увидят местных звезд спорта, пока точно неизвестно. Организаторы проекта «Городская дума» и «Молодежный парламент» уверены, что такие объекты нужны Самаре, ведь они мотивируют молодежь заниматься спортом и популяризируют здоровый образ жизни. Примечательно, что опыт реализации похожих проектов в городе уже есть. Три года назад была открыта аллея славы футбольного клуба «Крылья Советов». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин